Эй, кожаный мешок, чуть-чуть фабрики не желаешь? Сейчас можно уже и отсюда будет немножко подворовывать. Это очень даже вполне хорошо. Так, давайте-ка заберем. Тут, кстати, манипуляторы не справляются, не успевают загружать, поэтому имеет смысл ставить несколько печек вот так вот в ряд. Может быть, даже четвертую имеет смысл поставить. Но для этого мне нужно несколько манипуляторов запасных. У меня появилась возможность производить сейчас вот этих ребят сборочные автоматы. Сборочный автомат мне нужен для того, чтобы я отсюда забрал ресурс, медную и железную пластину и автоматизировал науку нашу. Что-то мне неохота руками крафтить все эти банки. Совершенно просто никак. Такс. Ну, здесь, я смотрю, рассосалось уже. Ну, из-за того, что манипуляторы медленно просто работают, они не успевают в две печки накидывать, поэтому я поставил по три печки с каждой стороны. Ну, это норм. Это сейчас один фиг, все сейчас рассосется, все это продует. Пластины можно забирать. По поводу лабораторий и куда будут выходить итоговые железные пластины. И в целом вообще, чтобы все это нормально еще сделать, в том числе, мне нужно увеличить производство электроэнергии, поставить радар. И поставить оборону на ключевых направлениях. Иначе я боюсь, что меня могут просто зазерговать эти ребята. Это не есть хорошо. Так, давайте я сюда. Поэтому буду сейчас потихонечку. Раз, два, три, четыре. Пока руками крафтятся, я поставлю восемь буров на четыре печки, чтобы побыстрее добыча была железных пластин, потому что их нужно много. Плюс параллельно нужно как раз-таки заказать бойлер. Я думаю, что даже, наверное, поставлю сразу так вот. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Чтобы у меня было больше бойлеров и... Так, больше пароводвигателей, да? Дело это для того, что мне нужен радар поставить будет. Я просто так прикидываю, нужно ли мне два радара ставить, потому что одним радаром, я боюсь, что мне ограничиться не получится. Он хоть и занимает, он хоть и засвечивает много территорий, но загрязнение выйдет за пределы засвета радара. В этом имеет смысл поставить дополнительные радары, будет в любом случае. Здесь сейчас тоже нужно будет сделать автоматизацию добычи и поставить производство, может быть, лент где-то дополнительных, железных пластин. Не знаю, сейчас будем смотреть. Это все в любом случае мероприятие не быстрое. Так, сюда. Добыча у нас пойдет потихонечку. Можно было бы через подземные конвейеры сделать и гораздо плотнее бурю поставить. Ну, да ладно. Я думаю, нам этого тоже хватит, это тоже сойдет. Окей, с железом вроде разобрались немножко. Так, тебя сюда. Вы мне, пожалуйста, пластины отдайте. Ну, сейчас придется подождать, пока энергетика наладится, чтобы я радар воткнул. Возможно, в это время ко мне уже атака придет, потому что загрязнение уже вон доходит. И я абсолютно не знаю, что здесь находится. Засвет у большого радара будет три вот таких квадрата. Один квадрат, второй квадрат. То есть, радар мне по-любому нужно ставить где-то вот в этом, может быть, месте. Второй радар может быть где-то тут, чтобы по горизонтали меня за свет обеспечить. Вниз тоже придется как-то два поставить. Не очень удобно то, что радары такие большие. Им нужно было оставить маленький радар и сделать большие радары. Иначе, получается, они жрут очень много электричества, а конфигурации никакой нет для радаров. Это очень плохо. Это плохо и печально. Так. Вот этих ребят сюда. мне нужно два, три, четыре твердотопливника. И нужны ленты. Лент. Блин, пока что все это приходится, конечно, руками ставить. Что крайне печально. Мне нужна труба. Труба, чтобы соединить вот эти бойлеры. Ну, я пока могу, в принципе, спокойно бегать. Туда-сюда что-то делать такое, по мелочи. Надо бы, конечно, поставить автоматизированное производство шестерен металлических. Будет. Потому что они на многие продукты вообще идут. Эти шестерни. Чтобы лишний раз не заморачиваться. Можно было бы этих шестерен просто в кармане таскать. И для крафта это было бы удобнее. Итак, у меня готово почти все продукты для того, чтобы расширить нашу энергетику. Чуть-чуть делаем сюда. Так, для начала надо столбы поставить, чтобы потом не бегать туда 20 раз. Так, 4 штуки. Здесь тоже нужны столбы. Ничего не меняется. Да, и с турелями нужно, наверное, турели. Будет сейчас вообще прямо совсем-совсем срочно крафтить. Для турелей мне потребуется. Железная, медная пластины и шестерни. Шестерни можно в целом... Для шестерен я сейчас поставлю отдельный завод. И может быть имеет смысл поставить все-таки производство на банке. Пока что такое временное. Но на него мне потребуется 4 сборочника. На это производство. Как минимум. Если я, опять же, не ошибаюсь. Здесь все это можно делать через сундуки. Единственное, что просто так столбом электроэнергию обеспечить. Так, 2 ящика железных. Дерево пока не использую на это дело. Дерево что-то здесь крайне мало оказалось. Так, тут нужно 2 манипулятора. Сюда ставим шестерни. Которых нужно дофига, опять же, будет. Сюда можно скинуть пластины. Ничего ограничивать не буду. Просто количество в одном ящике... Как бы ограничивать количество в другом ящике. Потом можно оставить как есть. Ну и в целом можно сюда еще накидать. Вот так. Все, пускай работает. Так, это мы, естественно, забираем. Я думаю, что нужно... Блин. О, друзья, товарищи, мы прибежали. Да, турели мне срочно нужны. Иначе будут сейчас набегать. Причем это я не знаю, откуда они набежали. Может быть, отсюда откуда-то. Нужны турели, нужен радар. Радар сейчас сделаем. Турели. Три штуки я закажу. Нет, турели нужно отменить, потому что у меня уже шестерни наделались тут в каком-то количестве. Тридцать четыре штуки, да. Быстрее просто турели будут делаться. Ну и вот так вот закажем. Дальше мне нужны боеприпасы. Боеприпасы придется в рукопашную крафтить. Опять же. Видимо, здесь как раз-таки начинают уже мод влиять. Ну и то, что... То, что старт такой не очень удачный, с одной стороны оказался. Тоже свои коррективы внесет. Придется слегка превозмогать. Плюс ресурс может закончиться. В общем, все плохо, короче. Все плохо и надо переделать. Как обычно, ничего не меняется. Так. Этих нужно заказать, ребят. И боеприпасы. Боеприпасы на все деньги закажу. Тоже одна турель может, конечно, не справиться с такими набегами. Но вот опять же, набеги, сколько там кусок побежало? Штук восемь. Соответственно, эти восемь штук в две турели гораздо проще отбивать, чем в одну. Потому что одну турель они поломать успели. Так. Семь патронов сюда. Ну все, пока что ждем. Пока что ждем. Надо за медью сходить наверх. Может, там тоже, кстати, кто-то что-то успел понападать, поломать. Точно я не уверен в этом. Так. Нет. Это мне не нужно. Это у нас с прошлого раза. Мне нужно вот это вот. Блин, нужны на работ. Нужны лампочки. Что-то вообще все надо. Пушки новые нужны. По поводу пушек, кстати. Автомат бы мне крайне не помешал. Давайте-ка вот так поставим. Блин, передвигать нельзя. Печально. Все-таки я сейчас лабораторию вручную поставлю. Не хотела этого делать, но я постоянно забываю то, что у меня агрессивные жуки включены. Ну, точнее, локация сама агрессивная. И мод поставлен на жуков. И все такое. Тут смысла, наверное, нет. Увеличивать количество турелей, но боеприпасов можно больше закинуть. Радар, значит, первый. Где будет стоять у меня? Радар нужно тоже будет прикрыть турелью. Первый радар будет стоять... Ну, вот видите, какая зона большая. Засвета, получается. Первый радар я поставлю, наверное, где-то вот тут. Пускай здесь будет. Можно даже по чанкам выровнять. Лучше заехать на один. Ну, вот сюда куда-то. Вот, давайте вот здесь прям, чтобы ровно было. Так. Кто не знает, как вызывать сетку, F4 нажимаете. У вас будет тут галка Show Tail Grid. Она появится. Где-то она здесь есть. Вот. Если ее включите, она у вас появится. Выключите, не появится. Далее через F5 то же самое в дебаг-режиме настраивается. Если вы потом F5 нажимаете, у вас включается дебаг-режим, выключается дебаг-режим. Ну, это чтобы на одну клавишу нажимать. Я не знаю, насколько понятно я это объяснил. Ну, надеюсь... Надеюсь, кому надо разберется. F4 просто переключать, F5 можно автоматизировать на клавишу. Так, здесь мне нужна турель. Потому что радар, он в приоритете на атаку стоит у жуков. Боеприпасов здесь много не надо. Ставим так, как есть. Сейчас будет засвет у нас. Так, здесь будет засвет. Столбы протянем. Пускай как-то так будет. Пока что меди очень много не нужно, поэтому я особо не заморачиваюсь насчет меди. Так-то надо было бы, конечно, сделать. Ну, блин. Лень ведь она такая. Лень, правда, ни к чему хорошему не приводит. В этой игре в том числе. Так, тут что у нас? Топливо кончилось. Ну что, насколько у нас засвет появился? О, здесь справа у нас лес. И здесь какая-то... Ничего себе тут месторождение. 26 миллионов песка. Игра, ну... Прикалывайся, что ли? Да, здесь уже копятся. Слушайте. И там жук. Ну, вот этих ребят мне явно было бы очень тяжело убивать. С обычными боеприпасами. Поэтому хорошо, что я туда не пошел. Нужно, значит, усиливаться по обороне. Иначе могут мне тут... Немножко... Немножко тут подпортить мне тут могут все это дело. Так. Оградим сначала. Ну, если они побегут сюда, то защита будет, в принципе, здесь как раз. Она задевает и вот этот завод, и вот эти немножко будет задевать. Здесь тоже сейчас нужно турели будет поставить. Как раз, два, три, четыре, пять. Шесть турелей я закажу. Шестерни. Сколько тут? Блин, четыре штуки. Шестерина побольше мне. И мне нужен будет еще один радар слева. Но плюс этого радара в том, что он очень быстро исследование ведет, видите? То есть он сейчас исследует, где у меня жуки еще дополнительно будут находиться. И укажет, собственно, об этом. Потому что скорость исследования капец, сектор. Даже если на сам радар навести, вот тут будет видно полоска прогресса. Вот справа пальцем показываю. Сканирование сектора очень быстро идет. Так что в этом плане здесь разница, конечно, есть у радаров. Так, пластинки можно забрать. Ну что, осталось пару турелей расставить. Еще нужно боеприпасы. И, в принципе, можно будет дальше фабрикой заниматься. Поставить автоматизацию науки. Потому что железные пластины я произвожу. И протянуть медные сюда. Да, кукиш тебе называется, а не шина какая-то. Но это все окупится. Все вот эти временные затраты, они окупаются в итоге. То есть в любом случае потом проще будет. Проще и быстрее развивать фабрику. Так что ничего страшного. Я особо на этот счет не запариваюсь. Окей, две турели. И, наверное, куда-то персонаж у меня поехал. И, наверное, еще вот с этого края я турельки поставлю. Кто его знает, кто там слева прибежит? Пока что у меня данных нет. Он насчет того, что там слева происходит. Поэтому нужно прикрыть. Тут действует классическое правило. Кто не кормит свою армию, тот кормит чужую. Поэтому либо я делаю расходы на оборону, либо кусаки меня просто съедят в итоге. Так, это надо забрать. Надо сбегать за камнем, наверное. Хотя у меня камня тут уже достаточно накопилось, чтобы можно было дорожку налево сюда какую-то протянуть. Как-то так. Так, значит, что следующее? Мне сейчас нужно автоматизировать производство медных пластин и автоматизировать наук. Под медные пластины мне нужно хотя бы четыре электрических бура сделать будет. На четыре электрических бура мне что-то там не хватает. Мне не хватает как раз-таки меди. Один заказываем. Я пока что полностью игнорирую производство всяких вот этих вот промежуточных компонентов. Электросхемы какие-то еще. Помимо шестерен. Потому что шестерен тут дофига нужно. Но здесь нужно, наверное, знаете, что сделать? Прежде чем я начну буру строить... Кстати, сверху атака идет. Ёшкин кот, сколько у вас тут бежит. Надо этих принять, пожалуй. Если вы видите, что на вас идет атака, крайне рекомендую принимать противника самому. То есть вы начинаете своим персонажем танковать их, они на вас бегут, и вы их просто можете вдоль всех препятствий, вдоль защиты вашей, точнее, протянуть вот так. Они бегут за вами, а вы их убиваете. И чтобы было проще обороняться, крайне рекомендую, опять же, взять рыбу. Рыбу можно наловить, потому что рыбой можно хиляться. Потому что если они сейчас так будут ордами набегать, ничего хорошего с этого не выйдет. Ну, жуки здесь как некий такой челлендж небольшой, потому что иначе совсем уж, чтобы скучно-то играть не казалось. Вот, будем немножко вот с такими вот жуками. Рыбу пособирать нужно обязательно. Так, рыбешка. Ну и ты сюда пойдешь. Тут еще какая-то банда трет. Можно, в принципе, было бы сразу, наверное, их оттуда убрать. Но пускай копятся пока что. Пока что мне они проблем каких-то не доставляют. Но когда с двух начнут ульев набегать, это, конечно, уже будет печально. До сюда достаточно далеко еще по загрязнению. Ну и главное понять сейчас, кто слева находится. Что это такое основное. Так, нужно забрать медь. Что-то здесь как-то буры не очень активно добывают. Хрен с ним, с этим бурами. Что я там хотел сделать. Я хотел сделать 4 бура. 2, 3, 4. Так, стопэ. Вначале нужно поставить производство конвейеров. Поэтому сделан один станок, а потом только два бура. Конвейер у нас делается точно так же, как в ваниле. Завод на шестерне и завод, который производит сам конвейер непосредственно. Поэтому завод можно поставить сюда будет. Даже нет, не так, чтобы это оптимизировать по ящикам. Ты передаешь сюда. И убираем. Ящик сюда, ящик сюда. Сюда скидываются железные пластины. Они передаются манипуляторами в завод, который делает вот эти вот шестерни. Из них передается в него. Но это все стандартно. Я не знаю, вообще, нужно ли эти моменты пояснять. Но с другой стороны, раз уж делаю, так что почему бы и не пояснить. И сюда нужно поставить палку. Чтобы у нас как-то тут посимпатичнее все выглядело. Можно даже чуть-чуть подальше сделать. Вот так. О! Сделали. Так. Сделали чудесный вид. Манипулятор нападать сюда. Надо, наверное, скоро будет панель перелопатить. Ну все, сюда можно скидывать сразу целую кучу. Потому что мне этих конвейеров потребуется очень много. Что метит, туда надо протянуть будет. Какую-то шину делать, какое-то подобие. И все такое. Так что нужно будет об этом заморочиться. Тут, я смотрю, у нас забило, да, все уже. Можно, в принципе, балансер было бы поставить. Так, наверное, даже правильнее будет. Давайте сделаем. Будем решать проблему по мере их поступления. Ну что, балансер скрафтился, нет? В смысле сплиттер. Все, сейчас оба бура будут в одинаковой мере вырабатывать. Так, а тут это забираем. Блин. Все круто, но забыл поставить. Как обычно. Хорошо, пускай пока будет примерно 500 пластин сюда на это дело. Все это у нас переработается в лент. Вот здесь я опять же заберу. Насчет буров. Насчет буров. Да, здесь слева врагов нет. Нефть, кстати, здесь кончаемая. Нефть поставлена у меня в настройках, скончаемая. Поэтому нефть будет кончаться. Нефть придется постоянно нового где-то искать. Не знаю, правильно это или нет. Но с другой стороны, в эндгейме здесь есть некая материя, которую можно конвертировать в другие предметы, которые тут производятся. Так что я думаю, от нефти можно, в принципе, будет постепенно. Но я не знаю, точно не уверен, это нужно будет посмотреть еще. Я до туда еще не доигрывал. Я уже сказал в самом начале, что опыт у меня не очень богат в этой сборке. Один, может быть, часик посмотрел, что вообще происходит. И все. Так, наших хитиновых друзей надо забрать. Ну, а сейчас сверху там турели будет побольше поставить. Пускай на подходе отстреливают кусок. А то иначе они не мешаться будут. Ну, серьезно. Не очень это такая хорошая идея, конечно. Вообще, надо бы их выпилить оттуда. Здесь, смотрите-ка, большой водоем, соответственно, оборону можно будет устроить как-то вот до этих вот утесов, которые тут идут. Через них все равно жуки не пройдут. Тут блокпосты сделать, этих ребят выпилить. Здесь лес. Он будет блокировать. Ну, и тут пока еще никто не расселился. Это хорошо. Так что этот момент тоже нужно будет учесть. А вообще, я бы хотел еще скрафтить несколько вот этих вот ремонтных комплектов. Ремкомплекты. Нужно их куда-то воткнуть будет сейчас. Так, обычно их сюда ставлю, а камень я перенесу чуть ниже. В принципе, у меня еще есть две турели. Их тоже можно будет к делу приспособить. Так, я надеюсь, сейчас у меня конвейер уже достаточно наделось, поэтому можно будет установить там дополнительные турели для обороны и протянуть конвейер, чтобы автоматизировать производство медных пластин. Медных пластин в достаточном количестве, чтобы мне хватало и на науку, и на все остальное. Так, но для этого мне придется туда столбы протянуть. Со столбами проблем, в принципе, никаких нет. Лишь бы эти столбы были. Да, и опять же потемки. Ну, ладно, я надеюсь, никто не расстроится за этих потемок. Кроме меня. Плохо, конечно, что нифига не видно. Ну, блин, что поделать. Смотрите, у нас по диагонали вот здесь справа тоже есть фигня. То есть они отсюда точно так же могут набегать в эту сторону. Поэтому турельки, может быть, имеет смысл поставить неким вот таким вот квадратом. И отсюда убрать. У вас тоже нужно... Точнее, можно отсюда убрать. Смысла от вас. Смысла от вас никакого нет. Турель сюда, ремонтный комплект. Перекидываем в это место, и тебя надо починить. Окей, боеприпасы. Сюда, сюда. И буры. Буров. Буров у меня, к сожалению, что-то на панели нет. Буру-буры-буры-буры. Давайте первый сюда, второй сюда, третий сюда, четвертый сюда. Вот. Как-то так. Пускай будет. Столбы сюда. Столб один сюда. И здесь у нас пойдет лента. Лента, я надеюсь, там уже накрафтилась в каком-то в нормальном количестве в таком, чтобы можно было ее забрать. И ленту поведем вдоль дорожки. Да, видите, лента кончилась. Надо больше ставить сюда турели будет, потому что я боюсь, что ко мне набегут, и будет проблема. Уже нужно сейчас спровоцировать их к атаке. Когда играешь один, к сожалению, периодически приходится вот так вот набегать туда к ним. И провоцировать к атаке. Но это пока что такие базовые. Базовые абсолютно мобы, кусаки. Проблем они, в принципе, никаких доставлять не будут, если популяцию контролировать. Ну, вот таким образом. Но все равно, чтобы быстрее все это делать, желательно дорожку туда вверх проложить. Но для начала нужно медь подключить. Медь не подключена? Это крайне печально. Это скоро можно будет отсюда выпилить. Так, сколько у нас? 180 конвейеров. Нормально. Конвейеры пошли. Потихонечку. В принципе, можно сейчас обратным ходом конвейеры-то делать. Так, в чем твоя проблема? Почему у тебя нет угля? То есть, он сначала железную руду накидывает, потом уголь? Серьезно? Почему так-то? Странно ты работаешь. Алло, придурок, уголь-то будешь закидывать, нет? О, наконец-то. Наконец-то начал закидывать уголь. В конце концов, среди концов. Так, где у меня пойдет... Где у меня пойдет лента с медной рудой? Наверное, где-то вот так в обход. Сюда вот. Тут на красоту мне в данный момент пофигу вообще абсолютно. Можно ее, наверное, пустить вот тут вот. Потому что здесь еще пойдет несколько лент, скорее всего, с железной рудой. Так что сразу тут делаем примерно так. Блин, столбы тут мешают. Столб давайте сюда. Здесь опять же подземным. Так, и здесь нужно подземный с углем сделать. Один. И мне еще нужны подземные конвейеры. Как оказалось. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 сплитера. Ладно, пока здесь все это производится, можно, в принципе, дотянуть еще немножко лент будет. Так, вот этих ребят нужно починить, чтобы мне не нравится. Смотрим по наличию гнезд и по загрязнениям. В целом, радар уже практически полную разведку сделал. Хотя нет, это еще наверняка не полная. Он наверняка гораздо больше разведки сделает. Потом рандомно начнет исследовать, я так думаю. Да, снизу угроз никаких нет. Удачно мы тут гнездо выпилили. Но вот это, конечно, будет мешаться нам. Но это фигня, это тоже все решаемо. Надеюсь, лентам не хватит. Здесь я бы хотел сделать... Все-таки вот так вот, чтобы не мешало мне тут ходить. Ну все, подключили мы медную руду. Это хватит нам на две печки, но мне больше не надо. У меня пока не особо такой большой расход по меди. Так что пускай будет как есть. Я сюда в ближайшее время ходить не намерен. Если только кусаки здесь каких-то проблем мне не доставят. Но кусак пока что тут не очень много. Накопится побольше, можно будет их опять забрать. Навести на турели, чтобы они сдохли. Так, значит тут... Вот это скоро хозяйство можно будет разобрать. Полностью перейти на электрическую добычу, на электрические буры. А здесь мне нужно разместить вот это все хозяйство наше. Столько мне достаточно будет. Дальше я пока строить не хочу, смысла нет. Мне все равно производства руды не хватит, так что какая-то разница. Вот что-то типа того. Манипуляторы нужно еще дополнительно заказать. Раз, два, три, четыре. У вас два сюда. Один сюда. Подземный конвейер с углем. Уголь поехал практически. И медь сейчас тоже доедет потихонечку. Ну все, мы автоматизировали производство медных пластин. Осталось только расставить вот этих ребят и вот этих ребят. Ну иначе как оно без электричества будет работать? Сейчас можно автоматизировать науку, потихонечку будет. И поставить, наверное, производство наноботов. Потому что без наноботов будет крайне печально все это расставлять. И нужно обязательно будет сделать все-таки лампочки. Я тут, конечно, в военную промышленность пока ударился, потому что я хотел автомат сделать. Да, вот этих ребят, конечно, сейчас вот отсюда загрязнение больше пойдет в этом проблема. Я боюсь, что мне придется периодически туда вверх бегать и подманивать их на свое месторождение, чтобы они меня проблем тут не вызывали. Так, их можно забрать. Но давайте для начала автоматизируем производство науки. Потому что медь у меня уже здесь близко есть. Науку первичную я поставлю где-то в этом месте. Турели, в принципе, эти можно отсюда снести. Снести и переставить. Куда-то повыше, вот сюда, чтобы они в один ряд стояли. Почему-то, если ты взял призрака, вот этого, он, если он у вас в наличии есть, он не становится нормальным. Возможно, где-то я какую-то настройку, не знаю. Но сейчас у меня турели есть, но они все равно ставятся призраками. Не знаю, правильно это или нет. В плане дронов, наверное, это удобно. Но вот когда на старте, на начальной игре, не совсем это удобно получается, конечно. Так, мне нужно... Ты будешь производить банки, ты будешь производить шестерни. Для банок мне также потребуется зеленая схема. На нее нужна медный кабель и зеленая схема. То есть еще нужно два автомата поставить. Раз, два. Четыре автомата мне потребуется. Для всего, для этого дела. Лаборатория, не знаю, сколько нужно будет. По рейтам я не считал. Можно будет посмотреть. Посмотреть, прикинуть там все дела. Здесь ресурсы кончились. Это можно постепенно все снимать. Здесь ресурсы кончились. Ожидаемые ресурсы, пальцем показываю, в правом углу. Написано, что их там нет. Здесь ожидаемые ресурсы, железная руда. Тут тоже железная руда. Соответственно, тут ресурсы есть. Я это пока оставляю, как оно есть. Снимать не буду. Все выработают, полностью уберу. Так, окей, ассемблер у нас крафчен. Сейчас давайте прикинем схему, как это все должно быть. То есть тут у нас делается проволока. Медный кабель. Схема работает примерно следующим образом. Мне нужно один скоростной кабель. Блин. Сколько времени у нас крафтится? Одну, да, секунду? Это отмысли вслух. То есть здесь у меня пойдет вот этот товарищ. Немножко сундуков я тут сделаю. Опять же, мне нужны манипуляторы. Дальше. Он должен передавать это к банкам. Примерно вот сюда. А банки требуют в том числе шестерни. То есть шестерни у меня производятся где-то тут. Здесь у меня производятся банки из шестерен и примитивных электросхем. Ну все, примерно такая схема получается. И сюда они выкладывают в лабораторий. Пока что одного завода мне на это хватит, чтобы какую-то базовую автоматизацию сделать. Что-то более серьезное я тут делать сейчас не намерен. Смысла в этом нет. Так, сюда, сюда, сюда. Сюда сразу скидываем 200, например. Не знаю, сколько там потребуется. Сюда вот так. Медные ошметки нужно скинуть в печку. Сейчас довольно быстро наука начнет у меня исследоваться. В принципе. Так что я особо вначале не переживал за то, что у меня тут застой идет. Блин, все равно столбецкий один тут не подключился. 20 секунд крафтится у нас. Требуется 5 схем. Успеют ли эти 5 схем накрафтиться за это время? Или не успеют? Проблема в том, что я не успеваю выгружать медные кабели. Поэтому, возможно, имеет смысл завод туда сместить. И поставить больше на выгрузку. 1, 2. Нет, смысла нет в этом. Пускай так останется. Потому что успевают накрафтиться зеленые микросхемы, прежде чем скрафтится банк. Вот уже 4 получилось. Возможно, имеет смысл даже 2 лаборатории поставить. Это я точно не уверен. Я поставлю пока что одну. И накинем сюда вот так вот. Окей, сейчас исследование пойдет у нас дальше. Потому что за 1 крафт у нас 5 банок будет производиться. Так что, возможно, имело бы смысл распараллелить изучение. И в 2 лаборатории поставить. Но пока одна. Так, тут. Нужна медь. Проволока вот эта. Я не знаю, нужна она мне или нет. Я ее скину сюда. В этот автомат. Здесь продолжаем все это забирать. Скоро нужно будет выводить ленту уже с материалами. И в целом полную автоматизацию делать. Производить зеленые микросхемы. И все далее по тексту. На зеленые схемы, как я уже говорил, схема сама по себе будет немножко другая. Да, здесь у меня уже была атака. Эти ребята сейчас будут собираться в какую-то... В одну точку вот отсюда. И атаковать по диагонали меня. Нужно выходить в более продвинутые боеприпасы. И выпиливать вот эти гнезда. Иначе меня достанут. Очень опасно оставлять гнезда в таких вот биомах. В пустынных. Потому что они набегать начнут ордами просто. Мне это нафиг не надо. Поэтому сейчас сделаем военную промышленность. Будет автомат. Слегка, может быть, попроще у нас там что-то будет. И надо заказать боеприпасы. Я пока что опять же вручную заказываю. И нас бегать вверх. Возможно установить еще парочку турелей. Раз, два. А то, как мы видим, они уже начинают серьезно здесь набегать. Ничего хорошего в этом нет. Даже проломить успели. Стены смысла ставить не имеет, я думаю, вначале. Вообще никакого. Ладно, пока у нас что-то крафтится, я думаю, схожу персонажикам, забавить на себя жуков, приведу их к турелям. Они все равно ничего сделать не смогут. Сейчас бронежилет прочности не имеет. Ну, бесконечный пол-хп бронежилет. Так что пофигу на это. Пускай кусают, пока бегут за мной. На крайний случай у меня рыба есть. Но я надеюсь, добегу. ХП потом самого становится. Ну, да что тут они снесли? 15%, максимум 20. Так, 20 патронов осталось произвести. 9, 8. Надо побольше закинуть просто сюда. Так, 37, 18, 12. Ну, вот что-то типа того. Подожду, нужно поставить еще две турели. Мне не нравится то, что такие орды бегут, как я уже сказал. Они все равно бежать сейчас будут по диагонали вот так. При этом они еще могут, кстати, расселиться здесь. Тоже в этом проблема небольшая есть. Ну, да, радар полностью исследовал. Пошел по второму кругу. Второй радар, я думаю, куда-то может быть сюда поставить. А этот радар сместить еще правее. Тогда я в самое озеро упрусь. Я, может быть, сейчас так и сделаю. Радар, если посмотреть, он у нас жрет 1,8 мегаватт. 1,8 мегаватт. А у нас максимальная выработка 3,6. Нет, не 3,6. Здесь 1,1 более производит мегаватт 1. Макс выработка энергии 1 мегаватт. Соответственно, 2 болера 2 мегаватта производит. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 мегаватт я максимум могу произвести. Соответственно, 3,6 мегаватта на 2 радара я вполне себе могу позволить потратить. Потому что сейчас у меня потребление идет всего лишь в районе как раз-таки 3,6. То есть еще один радар нужно скрафтить. Сместить его налево. А тот, который сейчас стоит, правее поставить. И тогда я буду вообще всю территорию вокруг видеть. Ну, а здесь мы усилим оборону вот этими двумя турелями. Как раз то, что нам надо. Ну, все, можно отсюда уйти. Хотя, возможно, кусаки будут сейчас обходить в это место. Но я бы на месте кусака обходил бы. Зачем мне лезть на рожон на турели? Если можно сюда прийти и здесь что-нибудь схавать. Так, но для того, чтобы радар там установить, мне нужны вот эти вот ребята, деревянные опоры. А у меня их нифига нет. Точнее, они есть, но их крайне мало. Поэтому у нас сейчас леса нарубить будет. Лес, по-моему, где-то слева здесь был. Так, это мы забираем. Ну да, здесь есть леса немного. Он также будет блокировать загрязнение налево. Да, что-то с лесом вообще какая-то беда. Можно назвать себя полноправно слесарем. Потому что с лесом работаю. Что у нас тут за атака? Да, жуки как-то по-хитрому обошли. Блин, придется все-таки периметр делать. Не хотел я этот периметр здесь вообще никак сооружать. Лениво мне было. Но, блин, придется. Обратным ходом я буду ставить линию электропередач. И нужно защитить будет опять же турелькой, может быть, двумя этот радар. Лишний раз не хотелось бы мне радара терять. Блин, лес, остановись. Главное, сейчас производство науки идет. В принципе, меня это устраивает. Можно некоторое время посвятить себя разведке. Чему-то такому. Вот, эксплор. Вещи-то крайне нужные, полезные. Когда еще успеют побегать вот так вот. Вводить им зарослем-то. Единственное, здесь, конечно, радары неудобно выравнивать. Фиг его знает, где что-то как стоит. Ну, ладно. Хрен с ним. Готово нас оптика, можно поставить лампочки. Я перехожу на на ботов. На на ботов вообще мастхэв. Чтобы делать какую-то массовую стройку. Так, давайте посмотрим по чанкам. Будет вот в этом чанке. Кстати, можно и сравнивать, опять же, насчет чанков-то. Че это это? Не подумал-то вначале, да? Ну да, раз вот этот радар в этом чанке стоит, значит, этот радар нам нужно ставить в этом же чанке. Можно, в принципе, его воткнуть сюда. Радары по чанкам работают. Ну, точнее, не совсем по чанкам. Две третьих радара на один чанк заходит. Соответственно, радар там считается. В том чанке. Ну, а здесь он как раз полностью в этот чанк попадает. Поэтому имею право оставить так, как есть. И для защиты турель. Для защиты турель куда-нибудь сюда. 12 патронов вполне хватит, я надеюсь. И сам радар. Что ж, поехали. Столбы. Да, этими деревянными столбами, конечно, тянуть это капец. Ну, блин. Что сделать? Что поделать? Я надеюсь, мне столбов хватит. Тут наверняка придется как-то... Блин. Может быть, надо было в обход идти? Хотя столбы вроде устанавливаются. Умные столбы. Смарт столб. Зе смарт столб. Обходит деревья и ставится туда, куда надо. Окей, у нас еще один радар есть. Пошел за свет. Замечательно. Правый радар сейчас нужно будет сместить. Так, это нужно забрать, пока оно все крафтится у нас. И нужно проверить насчет банок. Хватает ли мне материала для производства. 160, здесь 160, 180. Да, материалу достаточно. Я параллельно буду турели делать. Мне нужны турели. Так, 5. Пускай 10 будет. И, может быть, поставить производство боеприпасов, пока что, временно. Что-то из этого тут переделать на патрошки. Давайте тогда турели отменю. Сделаю автоматизированное производство патронов. Так, мне можно построить автомат. И шутган. Сделаю автомат. Налажу производство патронов и перемещу радар правее, чтобы был засвет полностью. Так, тебе сюда. Значит, боеприпас. Требуется уголь, требуется железная пластина. На тебе. 200. И почти 200. Угля сейчас можно отсюда подворовать, конечно. Еще раз. 400. 400. Все, крафти. На здоровье. А тут я смотрю, опять кто-то набегал. Подраненные стоят. Крайне это печально, что они сюда бегут. Я даже 20 строил. Нет, 20 много. У меня шестеренок не хватит. 10 закажу пока что. Блин, шестерни надо, конечно, производить. Мне пока что вот эти ребята не нужны. Сделаем следующее. Я буду, чтобы 20 раз заводы не строить, всякие разные лишние. Я буду некоторые заводы переквалифицировать с одного на другое. Придется снять. Вот так. Сейчас он будет просто шестерни производить. В нормальном количестве. И складывать в этот ящик. Чтоб мне было проще производить турели. Так, у тебя. Вот так сделаем. И часть боеприпасов у меня уже здесь есть. Можно взять 32. Это good. Ну что ж, можно сходить, пойти радар переставить. Но я бы вначале хотел вот эту орду проконтролировать. Иначе она может мне что-нибудь снести. Заведу орду на турели, которые вот здесь вот пальцем показываю. На медной руде. Надо было, наверное, все-таки дорожку вверх строить. Они сейчас тут меня чуть-чуть догнать могут. Так, давайте переключим оружие на автомат. Во, ути-ути. Тут напрямую можно к радару бежать. Все равно сдохнут от турели. Что вы такие злобные-то? Кусачий капец. Недаром кусаки называйтесь. Так, радар где у меня? Радар тут у меня. Проблема сейчас в том будет, чтобы выровнять правильное расстояние у радара. Что-то хрен его знает, где оно там должно быть. Турель снимаю. Да, мне нужны столбы, надо еще деревьев нарубить. Столбов катастрофически вообще не хватает, просто капец. Сейчас засвет пропадет, и можно будет увидеть, где мне радар втыкать. Слушайте, вот сейчас линия засвета, кстати, появилась. Блин, как же неудобно их ставить, а? Просто ад какой-то. Хотя, может быть, он ровно стоял. Вот если посмотреть по синеве вот этой на радаре, видите? Синева сместилась на одну клетку. А по чанкам это получается... То есть вот в этот чанк мне нужно радар воткнуть. И оно все нормально будет. Я надеюсь на это. Я надеюсь, ни в чем не ошибся. И сейчас нужно поставить, производство лампочек будет. Так, радар в данный чанк. То есть радар можно установить сюда. Так, сюда же поставить турель. Ой. Ой, не то сделал. Хотел повернуть, нажал на кнопку Е. 11. Достаточно будет. Так, и соединить его столбами. Все, сейчас дополнительно здесь засвет пойдет. Ну да, как я и сказал. Все вроде правильно рассчитал. Засвет полностью есть. Видно. Здесь врага вроде никакого нет. Скоро можно будет какие-то границы здесь. Может аванпосты поставить. На набор то будет. Можно будет аванпосты развернуть. Исключительно такие. С боеприпасами. Просто временные. Тут, кстати, тоже очень хорошее место для обороны. Здесь кусаки не пройдут. А тут, если я заблокирую проход, то я отожму себе целый полуостров. Так что довольно неплохо. Единственная проблема. С железной рудой, конечно, она далековато. И мне нужно как-то будет очень быстро выйти в железную дорогу. Потому что все это лентами возить. Нафиг оно мне не надо. Вообще не улыбается в АЧПе. Так, это надо выключить. И может быть имеет смысл проложить дорожки до этих радаров, чтобы быстрее до них бегать. Потому что наверняка придется бегать, чинить, что-то еще делать. Оно постоянное такое. Рутинное это здесь. Так, нано-боты производятся. Давайте проверим. Да, банок избыточно совершенно здесь. Поэтому нужно еще одну лабораторию поставить. Я хотел бы посмотреть по электроэнергии. Опачки. Электроэнергии мне не хватает. Так, значит здесь какая-то... Либо... Блин. Вот я оленя. Ужас. Все, сейчас все хорошо будет. Блин, вот как так-то? Называется построил производство, построил электроэнергию на 8 мегаватт, а трубой не соединил. Ну вот. Все, сейчас стало все нормально. Мне нужна лаборатория. Сейчас она, собственно, построится. Кстати, наверняка мне получится 4 лаборатории снабжать. Давайте сделаем следующее. Тебя сюда. Два. Сюда лаборатория. Я так понимаю, нифига не влезет у нас. Хорошо, все круто, но переделывай. Две. Ну еще запас манипуляторов. Это можно снести. Поставить сюда. Здесь нужно вернуть шестерню. Так. Здесь будет ящик. Да блин, тут вообще можно все это засыпать вот так. Мозги не парило. Сюда скидываем пластины и... Блин. И столб надо переставить. Один сюда. Так. Лаборатория. Еще одна сюда. Да, манипуляторов не хватает, к сожалению. Катастрофически просто. Я временно отсюда заберу. Они все равно пока не нужны. Сейчас еще одну лабораторию поставим. Побыстрее производство пойдет. В принципе, не так много осталось технологий, которые на красных банках. Далее технологии пойдут уже все. На красных и зеленых. Для них уже нужна автоматизация будет. Какая-то более серьезная, а не вот это вот все. Что вот это вот все, оно так. Для нормальной автоматизации не подходит. Для старта, да, но не для нормальной автоматизации. Сейчас нужно будет вернуть два манипулятора на завод по производству вот этих вот лент. Ленты можно вообще забрать отсюда. Хотя производство манипуляторов можно было бы автоматизировать. Так, не сюда. Ну, примерно какая-то такая история. Придется сейчас опять, наверное, сходить. Немножко врагов оттуда выпилить. А то они там что-то копятся вообще как-то адски просто. Я думаю, что надо будет прыгнуть в производство боеприпасов и сходить выпилить будет эти гнезда, чтобы они на меня не набегали такими толпами, потому что там капец их копятся уже. Совершенно мне это не нравится. Абсолютно. Выйти, если в бронебойные, сделать бронебойные и поставить турели, турелями гнезда эти выпилить будет очень легко бронебойными. У них там дамага гораздо больше будет. Но до бронебойных это мне придется опять же по технологиям идти сюда. Так, нужны банки. Зеленые будут. И вот эта теха. Она требует достаточно немного зеленых банок. Их даже руками можно скрафтить будет. Я, наверное, так и сделаю. И боеприпасы. Но они будут требовать железные балки. А железные балки у меня еще не произведены. Но это после. Их можно, кстати, в очередь будет поставить. Но я поставлю, наверное, сначала быстрые манипуляторы. Быстрые манипуляторы. Да, блин, кэш. Быстрые манипуляторы вот сюда идут. Идешь сюда и вот эту технологию. Получается быстрые манипуляторы. Они требуются для нормального функционирования схемы на зеленые. Электросхемы, микросхемы. Схема на микросхему. Не знаю, насколько тут будет хватать вот этого всего. Но оставлю пока вот такую схему. Так что пока что как-то так. Что ж, серия на этом буду заканчивать. Сделали мы здесь достаточно много, я думаю. Ну, неплохо сделали. Поставили второй радар. Сейчас у нас полностью большой засвет есть. Тут, кстати, скоро загрязнение дойдет. Автоматизировали производство меди, медных пластин. Железные были сделаны. Электростанции стали нормально работать. И разместили вот эти вот собственные лаборатории. Да, и готовы у нас на набор. Это очень хорошо. Следующая технология будет вот эта. Продолжать. Правда, мы это будем уже в следующей серии. Так что всем большое спасибо за просмотр. И увидимся в следующей серии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok